Приветствую вас! Вопрос ваш я прочитал, вот. Сложно, на самом деле, что-то добавить после ответа коллеги Марины Голиковой, ибо её ответ достаточно полный, вот, раскрывать все основные детали, проблемы, это правда. Я думаю, что, ну, на данный момент, наверное, её ответ является лучшим. Тем не менее, раз вы до сих пор не выбрали лучший ответ, не решили свой вопрос, да, то, соответственно, у меня есть возможность тоже внести какой-то вот вклад в то, что вот вы написали. Во-первых, наверное, стоит сказать, что вам самой нужно признать то, что вы сделали, то, как вы поступали. Вам самой нужно скорректировать отношения, скажем, самой. То есть, именно, вот, в буквальном смысле, самой нужно, как бы, ну, даже не разрешить себе, а, ну, может быть, может быть, простить себя, можно спросить себя за то, что произошло, произошло тогда. Вот, потому что, ну, как правило, ложь, она всегда связана с тем, что человек не принимает, не принимает себя таким, как он есть, не принимает свои поступки, не принимает свои действия, не принимает свои какие-то решения. И в этом смысле, мне кажется, что своего мужа вы выбрали именно исходя из вот этой вот такой позиции, если угодно, обвинения. То есть, вы, обвиняяя себя сами, вы винились себя за то, что сделали, обвиняя себя сами, вы выбрали такого мужа, такого партнера, который подкрепит подобное обвинение, который, ну, подольет масло в огонь и вызовет у вас, собственно, чувство вины еще больше. То есть, вы не случайно выбрали себе именно такого мужчину, возможно, надеяться втайне на искупление какое-то. Вот. Значит, ну, первое, что вам нужно, это принять, да, и выработать адекватное отношение к этому, самой. После чего уже, в общем-то, будет гораздо легче об этом разговаривать с мужем, потому что второе, что вам нужно для себя принять, это то, что у вашего мужа есть проблемы. Ваш муж себе не уверен, ваш муж, ну, действительно, имеет проблемы с сексом. То есть, у мужа действительно есть комплексы, вот, есть страхи, но главный ваш, по моему мнению, страх, ваш страх заключается в том, что вы боитесь быть отвергнуты, вы боитесь, что вас отвергнуты, вы боитесь, что вам отказывают, вы боитесь, что вас сбросят. Вот этот страх, страх быть брошенным, он идет из детства, когда родители нас оставляли одну, ну, возможно, в детстве вы думали, что это из-за вас, что-то вы вот что-то сделали не так, а они вам не объясняли, почему они вас вставляют в одиночестве. В суде, касается того, что боитесь, значит, будет вечно этим тыкать и манипулировать через чувство вины, то здесь, опять же, нарушение личной границы с родителями ваши, они мало того составляли вас в одиночестве, они еще и не уважали ваши личные границы, не уважали ваше «нет», которое, на которые, право на которое имеет каждый, вот, родители ваши относились к вашему «нет» так, как будто его «нет», и, в общем-то, по моему мнению, из-за этого вы боитесь того, что кто-то, кто-то вами будет манипулировать. Почему? Потому что никто, никто, повторюсь, не может вами манипулировать, если вы этого сами не позволяете. Она предполагает это, значит, значит, ну, значит, значит, ответственность, опять же, ваша, ваша ответственность, но ни в коем случае не мужчина. Он достаточно явительный человек и шею стремляющийся к пранке. Вот такой анальный тип судьбы там, что вы описываете, да, плюс немного нарциссично. Ее понимание лично не имеет права на подобный опыт, это, как бы, грязно. Ну, то есть, это такие вот дыханческие установки, да, про них хорошо сказала Марина Голикова, смысла, повторяйте, я не вижу. В моем понимании, любишь, люби, зачем ковырять? Ну, так проблема в том, что ваш мужчина, он вас не любит, в этом смысле слова, ну, вот, в этом контексте. Само я беспокоен этим вопросом, что у Тейл с самого начала, а теперь уже боялся признаться и уголам. Ну, потом уже боялся признаться и уголам. Ну, соответственно, это вот то, что вы себя, опять же, сами не принимаете, да? Я не принимаете сами того, того, что сделали, из-за этого адекватные позиции, позиции нет по данному вопросу. То есть, вы стыдитесь, вы испытываете стыд. Стыд – это и непринятие себя, и обвинение себя в том, что я делала. Игнорируя при этом свое дело, то есть, вы говорите, была глупой, не могла отказать, искала любви через постель. Но вы не были глупой. Вы реализовывали то, что вам хотелось. Вы реализовывали, как могли. Плохого в этом ничего нет. Глупости это не было, то есть, вы видите, у вас обесценивали. Обесценивали. Идет того, что вы хотите. А это неприемлемо. Дальше. Мы не можем быть доконстоятельными друг с другом. Как ум горный стоит, может быть, от недосказанности именно в этом вопросе. Нет, не знает, но это того, что каждый из вас боится. Каждый из вас испытывает страх. Мужчина боится того, что он в вашей жизни не единственный, что у вас было много партнеров. А значит, есть большой риск того, что он окажется далеко не самым лучшим. Он сравнивает себя, и это не дает ему покоя. Но, а вы с твоей стороны испытываете те проблемы, которые я озвучил. Вдобавок, я читал, что не стоит о простом опыте партнеру рассказывать, основных упомянуть и все. Ну, это, опять же, как правильно сказала моя коллега Марина Горникова. Публицистическая литература не имеет ничего общего с реальностью. Все индивидуально. Некоторые партнеры поднимают это адекватно, а некоторые нет. В общем, я запуталась. А в чем? В чем запуталась? В чем конкретно? В противоречии. Подскажите, пожалуйста, стоит ли быть на 100% вытянный, не признаться вашим или продолженным лицом, или не признаться другая? Вы знаете, как это обычно бывает, никто не другое не является правильным правильным. Я считаю, что что-то другое, по сути, пусть никуда. Вот, 100% истинный, истинный прогресс, самый что описывает Марина Голикова в своем ответе. Ложь приведет, в общем-то, к недосказанности, к постоянному напряжению, что тоже, в общем-то, далеко не самый лучший расклад. Вот, поэтому, я думаю, вот, мое мнение, мое мнение, оно заключается в том, а мое мнение заключается в том, что вам необходимо именно выработать, свое отношение к тому, что произошло, и просто-напросто его придерживаться этой самой позиции. Понимаете, какая штука, вот и всё, тут нужно придерживаться, вам нужно придерживаться, а и поверьте. Понимаете, какая история. Так что здесь вот то, что я могу вам сказать, ну то, что я могу вам ответить на ваш вопрос. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.